Добрый день, рады приветствовать вас на портале sportbox.ru. В эфире очередная передача с нашим постоянным экспертом Александром Викторовичем Бубновым. Добрый день, Александр Викторович. Добрый день. Сегодня у нас программа обширная, событий на неделе было много. Обсудим для начала матчи Лиги Чемпионов прошедшие, затем поговорим о матчах наших команд в Лиге Европы, а также обсудим жеребьевку 1-8 финала, которая завершилась буквально час назад. Соответственно сразу скажем, что Ростову не очень повезло жеребьевкой, попалась одна из самых сильных команд оставшихся в розыгрыше Манчестер Юнайтед, а Краснодар сыграет у нас с Сельтой. Об этом мы поговорим чуть позже. Начнем в хронологическом порядке. Начнем с Лиги Чемпионов. Удели мне не так много времени. Посмотрим моменты. И для начала хотелось бы сказать, что удивительный рекорд был установлен в результативности. Впервые в первых матчах 1-8 финала все команды забили 34 гола, при том, что предыдущее достижение было 26 мячей. У вас есть какое-то объяснение столь высокой результативности? Здесь тяжело. Здесь, между прочим, удивительный факт, что результативность большая не только в Лиге Чемпионов, но и в Лиге Европы тоже. Это лишний раз говорит о том, что команды, несмотря ни на что, цена победы настолько высокая, что они от начала до конца все-таки больше стараются в атаку играть. В атаку и вот эта система, когда гол на чужом поле за два идет, он, конечно, тактически заставляет команды перестраиваться. Правда, это и раньше система была, но вот сейчас только мы видим такую результативность, и это как раз идет на пользу, что Лиге Чемпионов, что Лига Европы, потому что популярность. На такой футбол народ и будет смотреть, и бьются команды от начала до конца. Ну уж точно на какой матч народ с удовольствием смотрел, так это на матч Манчестер-Сити и Монако, который тоже стал рекордным. Впервые в истории плей-офф Лиги Чемпионов первый матч закончился с таким крупным счетом. Восемь голов команды забили. Как раз мы сейчас можем посмотреть моменты. Не кажется ли вам, вы говорили о том, что от Монако можно ждать, так скажем, своей игры с уклоном в атаку, но не кажется ли вам все-таки, что в таком режиме, в гостях у Мачестер-Сити, ну как-то, ну слишком это было рискованно? Да, пожалуй, они все-таки подсели, как мне кажется. Да, но они, в общем-то, они так и играют и у себя в чемпионате. Это их стиль игры, вот. Но их, может быть, еще в какой-то степени ход поединка расслабил. Вот этот, конечно, парень 18-летний. Бомбайпе. Да. Вообще очень хорошее впечатление оставил. Вот здесь он, ну уж очень легко уходил и забивал, и у него еще моменты были. И вот как раз вот такая манера игры Манчестер-Сити, она где-то убаюкала, наверное, Монако. Он поверил, поверил в то, что можно будет игру и выиграть, и на выезде решить все вопросы. Ну, с другой стороны, видишь, как вот Шубашича этот ошибается, да, вот одна ошибка тоже этот можно к ключевому моменту, потому что, ну, такие игры, конечно, пропускать нельзя здесь. Ошибки в обороне, что защитники ошибались, что вратари. И потом, конечно, вот этот нереализованный пенальти. И вот Жарким как раз сказал, что это ключевой момент. Ключевой момент был, потому что если бы, если бы Монако реализовала пенальти, то тогда уже в Сити тяжело было бы отыграться. Ну, посмотри, а главы какие. И, представляешь, вот Фалькао, что творил, да, а потом не смог реализовать пенальти. Я тебе скажу, они вот здесь достаточно легко уходили, даже вот этот молодой парень от защитников, от центральных, вот, и много моментов создали, просто не смогли реализовать. И, конечно, с такой игрой, а мы с тобой говорили, что Манчестер-Сити тоже закрываться не умеет. С такой обороной. И поэтому у Гвардиолы вот это держание мяча, и в Барселоне, я об этом тоже говорил, это один еще не только элемент, ну, атаки, да, держание мяча, такой большой процент времени, но и элемент обороны. Вот, пока мяч у нас нам не забьют, и вот этот прессинг тоже, для того, чтобы при потере мяча как можно быстрее отобрать мяч, и желательно на половине поля соперника, чтобы подальше от своих ворот. Вот, а когда, видишь, это не получается, и соперник сумеет переходить в быструю атаку, вот как Монако делал, а то видел, во что это выливалось. Ну, мы от ответного матча ждем такой же голевой феерии, потому что команда же все равно, Манчестер-Сити не будет закрываться, потому что не умеет Монако, нужно идти вперед. Монако надо идти вперед, причем, видишь, как, это не то, чтобы ты 2-0 проиграл, вот как, например, Зенит проиграл 2-0, Амдадрех, туда 5-3, это все-таки 2-0, если ты выигрываешь, то это ты уже проходишь. Тебе не 3-0 надо забивать, а 2-0, самое главное не пропускать, вот. Но можно пропустить, но все-таки они достаточно много мячей забили, и там много вариантов, когда можно выигрывать со счетом 3-1, 4-2. Вот поэтому Гвардюла и говорит, что нужно забивать, потому что возможны всякие варианты, вот, и с одной стороны это победа, казалось бы, с разрывом в два мяча, да, а с другой стороны там этот счет очень скользкий, этот счет очень скользкий, и, в общем-то, на руку Монако в том смысле, что они в состоянии 2 мяча забить, теперь для них проблема будет стоять, чтобы не пропустить. Точно такая проблема, как помнишь, я тебе говорил, что перед Зенитом дилемма в чем заключалась, не только в том, что им надо забить, но еще в том, что им нельзя пропускать. А вот, да, а вот в случае сейчас вот с Монако, они могут пропускать, могут пропустить, но им тогда больше придется забивать. Перейдем к следующему матчу, который получился также очень результативным, чего мы от него не ждали, Байер-Атлетика, но, как мне кажется, тут все-таки на сюжете матча сказалось, то, что Атлетико удалось быстро забить 2 мяча, и игра раскрылась. Думается, если бы им не удалось, то, скорее всего, бы, действительно, как мы и предполагали, игра была бы вязкой, не очень результативной, и, ну, как-то, честно говоря, был удивлен немножко, что 6 мячей команда не было кладить. Ну, правильно, Вась, когда тебе забивает команда, которая может очень опасно играть на контратаках, вот, то тогда автоматически она себе упрощает задачу, она забивает быстро гол и начинает играть по привычной для себя модели, а соперник из-за того, что ему нужно идти большими силами вперед, предоставляет возможности. Вот так это и произошло. С другой стороны, видишь, как Атлетика всегда отличалась, мы с тобой тоже отмечали, что в последнее время они стали много пропускать, вот, и здесь тоже для них 2 мяча за игрой это много, вот, но... Ну, ну, тут все решено, я думаю. 3-0 проиграть в Мадриде. Да, у себя на поле, да. С трудом верить. С трудом, больше того. Семене не тот тренинг, который допустит, такой по ходу игры может перестать. Атлетик, его довольно много критиковали в последнее время. Немцами всегда тяжело играть, вот, а здесь немцам забить на их поле 4 мяча, конечно. Не каждый сможет. Можете себе представить, что Атлетика, вот этот нынешний, сможет вновь дойти до финала? Или все-таки фавориты, хоть и теневые, вы не записываете команду Симонова? Тоже не записывал, вот, хотя не видишь у них какие показатели были, да, вот. Ну, а Атлетика, Атлетика ни в коем случае с счетов сбрасывать нельзя, потому что у них колоссальный опыт. Они дважды в финал выходили, и сейчас, видишь, как они еще больше усилили игру в атаке. У них группа атаки сейчас приличная, да, хорошо сыгранная все, очень опытная команда. Поэтому ни в коем случае их с счетов сбрасывать нельзя. Главное не попасть теперь в 1-4 под какой-нибудь сериал или ту же Баварию. Да, многое будет еще зависеть от жеребьевки, но тем не менее. Ну, это очень хороший гол, мне понравилось. Ну, тут тоже защита, баэр, конечно, этот вечер был. Ошиб, ошиб. Мы сейчас просто не останавливаем, не разбираем, потому что мы на других матчах остановимся. Но если разбирать, да, вот это большое количество голов, с одной стороны, мастерство нападающих, да, но, с другой стороны, если вот так вот брать, вот мне как защитнику, да, то я когда смотрю, я в первую очередь обращаю внимание на игру защитников, да, как бы я бы действовал в этой ситуации и вообще, какие потом предъявляют претензии защитникам, вот когда пропускаются такие голы, то много очень было ошибок таких грубых, после которых забивались головы. Ну, думаю, кому, кому, а много претензий у вас будет наверняка к защитнику Порту Телесу, который схлопотал две желтых карточки буквально за минуту и оставил Порту в меньшинстве, и, по сути, это был ключевой эпизод матча с Ювентусом, и, пожалуй, ключевой вообще во всем противостоянии. Конечно, потом, я не помню, кто уже говорил, говорит, два месяца последних только и думали об этой игре, к ней готовились, и, причем, они действительно могли Ювентусу бой дать, по первым минутам Порту выглядело лучше Ювентуса, да, и вот это удаление потом... Ну, к сожалению, у нас нет, но я думаю, что это легко найти на нашем сайте. Да, удаление, и вот здесь вот сейчас смотри, знаешь как, если это рецидив уже, да, если он неоднократно так себя проявлял уже там и в чемпионате Португалии, мы не знаем, не отслеживали, то тогда могут быть медвуча серьезные. Ну, вот если представить, что вы... Плоть до того, что и продать могут. Вот если представить, что вы в свое время... Другое дело, кто покупать будет. Ну, это, кстати, да, после такого случая вряд ли захотят. Ну, вот опять же, если бы что-то подобное в вашей карьере было, вот как-то не держались, вы, знаешь, там, где пострадали, что... Да нет, ну, у нас Бесков, у нас Бесков в «Спартаке», да, за грубую игру. Вот почему, знаешь как, удаления были, но такие, знаешь как, просто в борьбе, но не намеренные, да. А вот за такую намеренную грубость, если специально делал, да, он даже с тренировок выгонял. То есть требовал все время чисто играть и в отборе, и на перехватах. И ни в коем случае, вот, умышленно, мало того, что ты будешь удален, вот, так ты еще и сопернику. А в данном случае, если это на тренировке происходит, то можешь своему товарищу серьезную травму нанести такую, после которой он может вообще футбол закончить играть. Итак, перейдем тогда к последнему матчу на этой неделе Лиги Чемпионов. Севилья Лестер. Лестер, можно сказать, что отскочил, потому что лучшим матчем, лучшим игроком матча был признан Каспер Шмейхер, который, если не ошибаюсь, 10 ударов с творов отразил. Игроков убирать, да, вот, с кем конфликт, или же тренера. Ну, вот здесь руководство решило, что тренера нужно убирать. Ну, общественность вообще негативно это восприняла. Но если действительно там внутри команды конфликт между Ранели и игроками, да, которые против тренера, да, то другого пути нет. Тем более в такой ситуации. Негативная в основном оценка этого решения была связана с тем, что, ну, во-первых, Ранели привела команду к чемпионству, во-вторых, летом с ним продлили контракт до 2020 года, что означает, как бы, кредит доверия со стороны руководства. Но, тем не менее, проходит чуть больше полугода, и когда команда оказалась в трудной ситуации, его отправляют в отставку. То есть, ну, тут как-то не хочет, решение говорит, как бы, о том, что всех собак спускают на Ранели. Ну, явно же это не только Ранели. Вася, ну, здесь, да, здесь не только собак на Ранели спускают, но они себе и в тяжелую финансовую ситуацию ставят, потому что нужно неустойку будет приличную платить очень. Вот они сейчас на риге чемпионов заработали, вот, заработали с этому, наверное. Судя по всему, так. Но раз принимается такое решение, то ситуация действительно, видимо, настолько плоха. Ну, то же самое примерно было и с Маурини, да, когда сезон выигрывает, вот, а потом дело доходит до отставки. Вот, поэтому для, в английской премьер-лиге, они достаточно долго терпели, практически весь сезон, да. Но дело в том, что если Лестер, сейчас они, почему еще принимают такое, потому что еще есть шансы спастись. Вот, ага, а для Лестера, вот, знаешь, как, чемпионство чемпионством, в историю они вошли, но клубу остаться в английской премьер-лиге, тем более они уже вылетали, да, жизненно более необходимо, особенно после такого успеха, чем вылететь с треском. Видимо, поэтому. Сейчас ходят разговоры, что может возглавить Лестер, хорошо знакомый нам Гус Хидинг, он уже выступал в роли кризисного менеджера в Челси. Как вам кажется, интересно было бы посмотреть, все-таки давно его в деле не видели. Чем он сейчас занимается, я это, честно говоря, даже не представляю. Ты знаешь, в таких ситуациях действительно нужен тренер, который, во-первых, хорошо и лигу знает, и хорошо команду знает, вот, потом, но с языком у Хидинга все нормально, проблем с языком нет, с английским языком, да, вот, ну и опытный, опытный тренер, который в таких ситуациях может единственное правильное решение принимать. Вот, вот, если, если Хидинга, как говорится, пригласят, то, в первую очередь, будут учитывать вот эти качества. Ну, что, с Лигой чемпионов мы покончили, теперь переходим к Лиге Европы, которая нас интересует куда больше. Начнем, я думаю, с самого важного и разочаровавшего у нас матча, матча «Зенита» и «Андерлехта» ответного, где все складывалось до определенного момента по сценарию «Зенита». «Зенит» выглядел лучше, «Зенит» забил нужное количество голов, «Андерлехт» практически ничего за весь матч не создал, и в концовке в итоге все было потеряно. В чем причина, на ваш взгляд, и насколько, самое главное, увидели все разницы между «Зенитом» в первом матче и «Зенитом» во втором матче? Это абсолютно две разных команды, на мой взгляд. У вас «Зенит» проиграл в Брюсселе игру. И вот, когда Луческо остановился на двух центральных защитников, на «Крышита» и на «Нету», я говорил, что здесь может все плачевно закончиться, потому что в таком сочетании они уже играли в чемпионате. 4-0 проиграли «Анжи» на выезде, на «Кубок», проиграли «Краснодару». И самое главное, по габаритам своим, если еще «Нету» более-менее, то «Крышита» невысокий, и вверху играет неважно, по большому счету. И вот здесь, обрати внимание, сказать, что они расслабились нельзя, потому что вот сейчас при этой атаке, смотри, сколько их человек в обороне. Хотя вот эти двое какие-то… Ну вот, слушай, да, их 8, их сейчас, так, смотрим, 7 человек, да? 6 в штрафной своей и 2 от его… Да, 8 человек они обороняются, да, причем всех накрывают, чтобы с флангов подачи не было. Но в итоге, в итоге, не разбирают игроков, и видишь, достаточно много свободных игроков. И что самое страшное, свободных игроков, практически два свободных игрока за спинами у защитников «Зенита» в штрафной площадке, правильно? Вот, а вот этого 14-го номера, да, его ни крыши-то, ни «Нета» не берут. Посмотри, внимание, посмотри, где крыши-то находится, и где находится «Нету». Вот, здесь еще и «Гарфия» в штрафной площадке, которые неплохо головой играют, да? Ну, посмотри, как они разбирают их. Если еще 24-го номера как-то контролируют, то 14-го, 14-го они практически его оставили с Анюковым. Больше того, у Анякова за спиной два человека еще свободных. То есть здесь грубые тактические ошибки и центральных защитников. Центральные защитники, в первую очередь, должны были разбирать, разбирать вот атакующих игроков, да? Вот, а «Гарфия», «Гарфия», да, и уже все остальные «Хавы» – это вот непосредственно «Хавбеков» перед штрафной площадкой, правильно? Вот, а здесь получается, что с одной стороны, казалось бы, в середине много игроков насыщенно центр обороны, вот. Но они позиционно неправильно играют. И вот смотрим, что дальше происходит. Идет передача назад. Во-первых, стоп. Вот здесь на последних минутах, вот так спокойно, чтобы свободно, двоем бросаются на одного, да? А здесь никого не перекрывают, да? Здесь можно, вот здесь по ходу уже. Кстати, вон здесь еще этот, и Кокорин, он уже появился на экране, девятый номер, видно, да? Здесь нужно сразу предъявлять претензии. Ну, Жулиану вообще тяжело предъявлять претензии, потому что, видимо, у него с позиционной обороной, да, есть проблемы у обычных вот таких игроков, атакующих полузащитников, да? Они не очень тактически грамотно и надежно играют в обороне, да? Но в любом случае, смотри, вот так вот давать, свободно принимать мяч и подавать, это раз, да? Вот, теперь смотри, стоп, останови, Макс. Вот здесь, если бы крыши-то с Нету правильно разобрали игрока, и вот сейчас в данном случае, в данном случае Нета смотрит на мяч, на мяч, но не видит, не видит, вот этого 14-го номера, он у него за спиной, а у него вовсе внимание на мяче. А в данном случае, в данном случае, Анюков должен был играть 17-м номером, вот, и правильную позицию занимать по отношению к нему, а Нету, Нету должен был правильную позицию занимать по отношению вот к этому 14-м номеру, то есть быть рядом, сбоку с ним и видеть его и мяч. Он в данном случае сейчас смотрит только на мяч. Я уже не говорю о том, что тот же, тот же Кокорин, раз ты пришел, раз ты пришел, то ты тогда правильно позицию занимай, вот, и ты видишь, вот он сейчас тоже на мяч смотрит, но он-то видит, что третий номер свободный, да, он уже должен был его взять, да. Вот здесь Маурисио тоже неправильно берет, потому что он с зазором, но Маурисио, правда, с 24-м номером, видимо, судя по всему, играл. Здесь он его оставляет сейчас Гарфия, а сам, видимо, вот, хочет видеть, что свободный игрок, этот, Жулиана не взял, вот, там свободный игрок тоже открывает, он его хочет перекрыть. Но в любом случае здесь потерянный игрок, по большому счету и 24-й номер потерян, вот, потому что он свободно, плотно не взял, да, 14-й номер плотно не взял, вот, и 17-й с этим номером потерянный, вот смотри, что сейчас удача происходит. Си-пятеро вы посмотрите, да, без безапеки. Вот сейчас пошла передача, да, видишь, специально, стоп, останови, Макс, специально делает высокую передачу для того, чтобы, для того, чтобы вот как раз вот этот 14-й номер сумел сыграть. Здесь, может быть, в какой-то степени и Ладыгину даже можно предъявить претензии, потому что передача уж очень по большой траектории шла, и на такую передачу, в общем-то, вратарь, она недалеко от штрафной площадки, должен выходить. Но он не вышел, да, и вот обратите внимание, когда передача пошла верхом, да, все снова развернулись, все снова развернулись, да, вот, и крыши-то развернулся, и Гарсия развернулся, и Маурисия развернулся, и смотрят уже здесь, они сейчас даже еще и мяча не видят, они смотрят на игроков, на игроков, да, вот, а за спиной вот этих игроков Андеррехта не контролируют, не контролируют, то есть они свободны, и вот получилось стоп. Вот из-за того, что он, эта позиция немножко неправильная была, у него за спиной вот этот 14-й номер был, да, вот, здесь как раз вот он выигрывает, да, выигрывает у него за счет роста, выпрыгивает, да, давай опускай Макс, стоп. Вот, ну и Аняков уже, Аняков уже пошел, но поздно, поздно, тот перепрыгивает. Но здесь, в принципе, ничего страшного не произошло, он же ж не поворотом бьет, да, а из-за того, что вот после того, когда пошла передача, опять неправильно играют Кришито, Гарсия и Маурисия, то есть они смотрят на мяч, они видят, но я об этом тысячу раз говорю, останавливаюсь, вот как, ну, вот и у наших команд, у зарубежных, ну, я в основном на наши команды обращаюсь, да, внимание, да, вот, не справляют эти ошибки. Вот, у нас, у нас мы четко, четко вот от нас требовали, и я, во всяком случае, точно знал, что пока мяч, этот, ну, идет, адресованная передача в штрафную площадку, да, я должен контролировать и игрока, и видеть, где мяч, вот, с тем игроком, с которым я играю. В данном случае, вот сейчас я тебе еще раз говорю, конкретно, Кришито, Гарсия и Маурисию, они не контролируют игроков за спиной. И он сбрасывает, вот, пожалуйста, сброс мяча, вот, и уже даже Кришито, в данном случае, наверное, все-таки должен был, да, вернись чуть назад. Вот, когда я, еще, еще возвращаю, еще. Вот сейчас, вот, вот, по этому моменту, вот, стоп, останови, да, по этому моменту, да, ладно, здесь ошиблись они, да, но вот в данном случае здесь претензии к Гарсии, да, вот он играет сейчас с 24-м номером, да, вот, он к нему, сейчас правильно, по отношению к нему правильно располагается, да, вот, так вот, когда передача пошла, он должен был опять контролировать его, то есть правильно располагаться по отношению к нему, чтобы и мяч видеть его, и видеть этого 24-й номер, да. А вот смотри, когда передача пошла, он его уже бросает, и он его не видит, вот. И крыши, и крыши, да, 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 вот, они разворачиваются, и все на мяч смотрят, и Крыши-то тоже уже, уже, ну, тоже его не контролируют, а вот сброс мяча, и Крыши-то даже не успел выпрыгнуть, а Гарси вообще в мертвой зоне остался. Вы слышите от Мерчева участка, что у него нет никаких претензий по самодаче игрокам, что это, если не... Вась, здесь вот как раз по сути... Нет, нет, здесь как раз к самоотдаче претензий предъявить нельзя. Здесь это к тактической грамотности и к вниманию. Это тактическая ошибка, позиционная тактическая ошибка. Здесь это никак не связано с самоотдачей. Как раз с самоотдачей они пробежали, их было больше, чем нужно в штрафной площадке. Просто они неправильно позиции заняли. Вот, и это провело гол. Для «Зенита» этот вылет – это трагедия, или все же, ну, бог с ней, с Лигой Европы. Главное, все-таки в чемпионате справиться. И станет ли это... ну, безусловно, станет, но насколько это ощутимый плюс для «Зенита», что теперь им можно сосредоточиться исключительно на чемпионской гонке со «Спартаком» и не оглядываться на Еврокубке? Ну, трагедия в том смысле, что это влияет на имидж клуба. Это раз. Во-вторых, это европейский трофей, который сам по себе почетен. Они Куба Куэфа выигрывали. Сейчас Лига Европы – это уже другой трофей. Это не Куба Куэфа, здесь более сложный уже трофей. Больше того, в коммерческом плане тоже можно было бы заработать, правильно? Но самое главное – это престиж клуба. И когда вылетаешь, тем более затратив столько сил, и уже была победа, она в руках уже была. И выпустить ее из рук в последний момент, конечно, это трагедия для клуба. И они все очень сильно это переживают. Об этом Жулиано сказал. Там обстановка сейчас психологическая очень тяжелая. И теперь им ничего не остается. Чтобы сезон, как говорится, не был провальным окончательно, нужно как минимум второе место занимать, чтобы бороться за Лигу чемпионов. А в идеале, чтобы, как говорится, все это забыть, как кошмарный сон, это нужно выигрывать чемпионат страны, чтобы и титул выиграть. И чтобы в Лиге чемпионов играть. Мне кажется, что Лучевску вообще, в принципе, могут, вот если он не выиграет чемпионат, могут окунать. И сколько вылетел в Лигу Европы? Потому что это тогда провал будет. По большому счету, там, знаешь как, это они… «Зенит» отстает от «Спартака» на 5 очков, да? Но там же недалеко и ЦСКА, и недалеко и Краснодар. Там может так получиться, как пойдет событие развиваться, что можно даже и в призеры не попасть. Знаешь, как всякое может быть. Перейдем туда к матчу, где для нашей команды, для Краснодара сложилось все очень удачно. Причем началось все достаточно удачно. Как бы гол Смолова, по сути, не снял, конечно, все вопросы о победителе противостояния, но тем не менее, явно стало легче играть Краснодару. Ну и Финьо Бахче в очередной раз не произвел впечатления. Все-таки мы его, мне кажется, больше боялись, чем он не так старший черт, как его. Еще иногда, иногда, да. И вот по Краснодарскому матчу мы видели, да, забывают о партнерах. И хуже всего, если он их вообще не видит. Вот это хуже всего. А если видит, не отдает, то это тоже плохо. Я смотрел видео, как праздновала команда в Стамбуле победу, в смысле выход в следующий раунд. И бросилось в глаза, что Смолов был с двухлитровой бутылкой кока-колы. И вообще был удивлен увидеть в раздевалке футбольной команды этот не очень полезный напиток. Но порадовало то, что очень видно, что есть команды, очень все друг за друга праздновали. Так вроде и сдержанные, в то же время сейчас, достижение для Кубова историческое. Как раз, да, в отличие от Фенербахчи, там набор футболистов именитых. Но команды нет, командные игры. А у Краснодара четко просматривался и рисунок, и план на игру. И благодаря этому они, в общем-то, непростого соперника прошли. Давайте тогда сразу поговорим о следующем сопернике Краснодара. Кстати, Фенербахчи у себя на поле Манчестер-Юнайтед обыграла. Да, группала вот эта. Та команда, которая сейчас вот Манчестер попал с Ростова. Давайте тогда поговорим о следующем сопернике Краснодара. В одной восьмой финале ей жеребьевкой выпала Сельта. Сельта в мерчевую участку, что у нее нет никаких претензий по самодаче игрокам. Что это, если не отсутствие? Вась, здесь вот как раз к самоотдаче претензий предъявить нельзя. Здесь это к тактической грамотности и к вниманию. Это тактическая ошибка, позиционная тактическая ошибка. Здесь это никак не связано с самоотдачей. Как раз с самоотдачей они пробежали. Их было больше, чем нужно в штрафной площадке. Просто они неправильно позиции заняли. И это провело гол. Для «Зенита» этот вылет – это трагедия? Или все же, ну, бог с ней, с Лигой Европы. Главное, все-таки в чемпионате справиться. И станет ли это, ну, безусловно, станет. Но насколько это ощутимый плюс для «Зенита», что теперь им можно сосредоточиться исключительно на чемпионской гонке со «Спартаком» и не оглядываться на Еврокубки? Ну, трагедия в том смысле, что это влияет на имидж клуба. Это раз. Во-вторых, это европейский трофей, который сам по себе почетен. Они Кубок УЕФА выигрывали. Сейчас Лига Европы – это уже другой трофей. Это не Кубок УЕФА. Здесь более сложный уже трофей. Больше того, в коммерческом плане тоже можно было бы заработать. Правильно? Но самое главное – это престиж клуба. И когда вылетаешь, тем более затратив столько сил, и уже вот она победа, она в руках уже была. И выпустить ее из рук в последний момент, конечно, это трагедия для клуба. И они все очень сильно это переживают. Об этом Жулиано сказал. Там обстановка сейчас психологическая очень тяжелая. И теперь им ничего не остается. Чтобы сезон, как говорится, не был провальным окончательно, нужно как минимум второе место занимать, чтобы бороться за Лигу чемпионов. Ну а в идеале, чтобы, как говорится, все это забыть, как кошмарный сон, это нужно выигрывать чемпионат страны, чтобы и титул выиграть, и чтобы в Лиге чемпионов выиграть. Мне кажется, что Лучевску вообще, в принципе, могут, если он не выиграет чемпионат, могут догонять из Кубка вылететь, и в Лигу Европы вылететь. Потому что это тогда провал будет. Да. По большому счету там, знаешь как, это они… «Зенит» отстает от «Спартака» на 5 очков, да? Но там же недалеко и ЦСКА, и недалеко и Краснодар. Там может так получиться, как пойдет событие развиваться, что можно даже и в призеры не попасть. Знаешь, как всякое может быть. Перейдем тогда к матчу, где для нашей команды, для Краснодара, сложилось все очень удачно. Причем началось все достаточно удачно. Гол Смолова, по сути, не снял, конечно, все вопросы о победителе противостояния, но тем не менее, явно стало легче играть Краснодару. Ну, и Финьо Бахче в очередной раз не произвел впечатления. Все-таки мы его, мне кажется, больше боялись, чем он не так старший черт, как его… Да, черт, конечно, не очень хорошо вот эти связи наигранные, вот, когда уже, знаешь, как-то… Чего, если он их вообще не видит? Вот это хуже всего. А если видит, не отдает, то это тоже плохо. Я смотрел видео, как праздновала команда в Стамбуле победу, в смысле выход в следующий раунд, и бросил в глаза, что Смолов был с двухлитровой бутылкой Кока-Кулы, и вообще был удивлен увидеть в раздевалке футбольной команды этот не очень полезный напиток. Вот, но порадовало то, что очень видно, что есть команды, очень все друг за друга праздновали так, вроде и сдержанные, в то же время сейчас. Вот, достижение для Кубова историческое. Как раз, да, в отличие от Фенербахчи, там набор футболистов именитых, вот, но команды нет, командной игры. Вот, а у Краснодара четко просматривался и рисунок, и план на игру, вот, и благодаря этому они, в общем-то, непростого соперника, непростого соперника прошли. Давайте тогда сразу поговорим о следующем сопернике Краснодара. Кстати, Фенербахчи у себя на поле Манчестер-Юнайтед обыграла. Да, группала вот эта. Та команда, которая сейчас, вот, Манчестер попал с Ростова. Давайте тогда поговорим о следующем сопернике Краснодара. В 1-8 финале ей жеребьевкой выпала Сельта. Сельта в этой стадии сумела пройти Шахтер, проиграв домашний матч 0-1, но зато в ответ там в дополнительное уже, в дополнительном тайме, компенсированное время сумела вырвать победу. Ну, вот здесь вот смотрим. Во-первых, сейчас вот там, подожди, Макс, останови. Там еще есть кадры, да? До этого как раз вот этот нападающий, он нарушал правила, на защитнике, он его схватил. Они этот момент пропустили, да? Это позволило ему выйти 1 на 1. Ну, и вот смотрим дальше. Макс, я тебе скажу, я останавливаю. Пятом выходит. Стоп. Вот здесь он правильно ложится, потому что первый на мяче нападающий, правильно? Ну, вот. И он параллельно ложится и играет в мяч, видно здесь, да? И вот стоп. Вот здесь, вот здесь, да? Видно, что он еще в контакт не вошел с ним, да? Вот. Мяча он коснулся, он чуть-чуть его коснулся. Видно, что его руки на мяче, видишь, да? Ну, вот, ноги, ноги никак не касаются. И вот здесь, когда он касается мяча, да, он еще чуть-чуть назад, Макс. Вот он становится и видит, что не успевает к мячу, да? Вот. И вот здесь он начинает ноги подкашивать и падать. Симуляция стопроцентная. Вот. Как этот судья вот здесь сейчас дальше пойдет? Судья за воротами стоял, он все хорошо видел. Как он это не увидел? А мы ругаем еще наших судей. Да. И вот после этого, после этого невольно вот этот, вспоминаешь о видеоповторах. Вот здесь, верни назад, Макс, сейчас подожди, перемел. Еще, еще, верни назад. Вот, ага, давай. Оп. Вот здесь вот, смотри, видишь? Вот здесь видно, он его в спину толкнул. Он его в спину толкнул, и тот, ну, за счет него оттолкнулся от него, и защитника потом за счет этого оттер. То есть там еще и толчок в спину руками был. А здесь вот тоже видно, что, видишь, врата руками, руками играет в мяч. Вот, они в ноги. А он начинает падать. Там что-то нужно с билетами делать. Это мы сейчас обязательно поговорим об этом. Но в целом, Сельта, как мне кажется, это соперник чуть-чуть посильнее, чем Фенербахче. Конечно, конечно. А может даже и значительно. Конечно, конечно. Будет гораздо сложнее, как и Краснодару, пройти в следующий раунд. Но в любом случае, молодцы, в день рождения клуба отпраздновали выходом в одну-возьбу фенологии Европы. Да, и у Краснодара сейчас график непростой. У них кубок, потом игра со Спартаком, а потом Сельта. Да. Хватит, кстати, на ваш взгляд, обоймы у Краснодара для того, чтобы на трех фронтах весной выступить успешно? Или неизбежно будут где-то спады, чем-то пожертвовать, может быть, придется? Ну, сейчас только надежда на то, что всего 13 туров. Потому что задача тоже, они могут побороться еще за тройку, Краснодар. И поэтому сейчас такая дилемма непростая тоже, как приоритеты расставлять. Но я думаю, там приоритеты все-таки, знаешь как, но ясное дело, что Лигу Европы они не выиграют. Вот это, несмотря к тому уважению к Краснодару, нужно говорить то, что есть на самом деле. Да, они попытаются как можно дальше пройти, но приоритетом у них может... А вдруг попрет Лиги Европы, и можно будет вот раз и выйдут они условно полуфинал? Все-таки по уровню игры, несмотря на то, что мы сейчас смотрели, все-таки ресурса того не хватает при всем уважении Краснодару для того, чтобы Лигу Европы сейчас выигрывать. Больше того, они кубок никогда не выигрывали, да, сейчас у них неплохие шансы на кубок. И в чемпионате тоже наверняка Галицкий, как минимум Лига Европы, чтобы в Еврокубках играть. А так, в принципе, знаешь, как пойдет, там можно будет и за Лигу чемпионов побороться. Но вот при таком графике и то, что приходится на трех фронтах играть, это, видимо, проблематично будет в чемпионате. Но тем интереснее будет посмотреть, как Шалимов будет из этой ситуации выходить. Ведь до этого он тоже в непростых ситуациях был и с честью вышел. Но вот, несмотря на то, что там, знаешь, многие с большим скепсием относились к нему как к тренеру Краснодара. Он, мне кажется, уже доказался. Да, он уже доказал и поэтому может, что называется, спокойно работать. Хотя, видишь как, результатов если не будет, то все может быть. Перейдем тогда к Ростову. Его матч, собственно, в Праге, наверное, имел не очень большое значение. Я тебе честно скажу, после того, как Полоз, я «Зенит» посмотрел, знаешь как, чисто так по-игротски расстроился. Потому что я себя на место игроков поставил, да, и выпускать такую победу. И Ростов только до гола Полоза я посмотрел. Когда он забил, я пошел спать, потому что дальше уже смысла не было. Смотрите, ясное дело, что Ростов при Бердеве не упустит общую победу. Кстати, не считаете ли вы, что Полоз вышел, все-таки как-то растет как футболист? Потому что вот в этой Лиге Европы, я почитал, у него 8 результативных действий, 5 голов, 3 результативных пасса. Действительно, человек очень ярко себя проявляет. Но он растет, он растет в первую очередь. Хороший был, кстати. От Бухарова я не ожидал. Верни, верни, верни назад. И вот здесь тоже, если действия защитников разбирать, то получается, что тоже ошибаются. Но, во-первых, видишь, как Бухарова не берут плотно. Казалось бы, что вам мешало правильно позицию занять. А вот когда не занимаешь правильную позицию, это оказалось достаточно, во-первых, принять ему мяч, он принял мяч. Потом вот у второго защитника неправильная позиция по отношению к Полозу была. И сейчас они его практически ловят на противоходе. Вот смотри, раз он, принимает. А он дернулся к нему, Полоз пошел ему за спину, да? Назад, Макс. Давай. Оп. Вот здесь в какой-то степени, в какой-то степени и Караваева тоже можно предъявить претензии. Вот стоп, вот останови, показательно, да? Назад, вот я всегда так говорю. Вот сейчас бы, вот сейчас, если бы разбирал игру, я третьему номеру бы сказал, ну куда ты бежишь? Двое-ка. Единица. Куда ты бежишь? Бухаров не открывается туда, да? В штрафной площадке там никого нету, да? Ну бери его плотно и все, и ничего опасного здесь нету, да? Потом, почему седьмой номер Полоз свободный? Это вопрос и ко второму номеру, и к Караваеву тоже. Почему он свободен? Почему вы его не контролируете? Вот. По большому счету, вот как здесь было, да, стоп. Можно было, можно было, вот третий номер должен был с Бухаровым плотно играть, а второй с этим, с Полозом. И ничего бы не было, они бы были все накрыты. Или же по-другому, если второй не успел, там, Караваев берет Полоза, да? Третий берет Бухарова, второй страхует, да? И все. Вот, здесь ничего сложного нету. Это вот неправильная игра. И опять предъявить претензии, что они, этот, недорабатывали нельзя. Посмотри, сколько их. У Ростова три человека, их шесть, представляешь? И они троем двоих обыгрывают. То есть неправильные позиции занимают. И даже, даже вот, стоп, вот если по моменту взять, да, вот эти два человека, которые бегут, да, вот сейчас в эту кучу, да, вот, игроков спад. Их вообще здесь могло, они здесь не нужны, если бы правильно три защитника играли. Потому что они в мертвой зоне располагаются, да? Ну вот. И в результате, видишь, как, Бухаров, конечно, здорово здесь сориентировался. А Полоз, вот что, вот что значит взаимодействие игроков. То есть они друг друга чувствуют. Он же мог же Полоз за спину не открываться, а он именно за спину открывался, а не просил себе. Он же ему в касании мог отдать. И здесь, видишь, здорово, он ему перебросил и слетов. Что касается Полоза, да, то Полоз за счет чемпионата приобрел уверенность. И вот эта уверенность ему сейчас позволяет вот так в Еврокубках выступать. Потому что основную-то практику он получает в чемпионате, правильно? А сейчас вот он себе здесь еще будет проявлять, вот как он себя проявляет, да, он себя проявляет сейчас хорошо в Лиге Европы. Это гарантии чего? Ну, в первую очередь, что сборная его будет привлекать. Его уже привлекает, он игрок сборной, да. А во вторую очередь, что это будет хороший зарубежный клуб, если он так будет постоянно играть и такая результативность будет. Ну, собственно, после его гола, по сути, вообще никаких уже не осталось вопросов. Но все равно для российских болельщиков, я думаю, было приятно, что в концовке встречи... Сейчас давай посмотрим, как Спарта забила. Да, но это будет чуть позже. Спарта, на самом деле, в принципе-то, наиграла на победу. В моментах-то у нее было поболее. Но Ростов... Ну, Ерохин не случайно, Ерохин не случайно сказал, что они не очень хороший матч провели. Да, но, тем не менее, Ростов меня радует, тем, что, несмотря на решение всех задач, они все равно... Да, здесь Караваев, да, пробил неплохо. У него удар очень поставил. Чуть в сторону, да, тем более мяч подпрыгнул, и уже в этом бы не среагировал. Очень хороший парень, я надеюсь, что он все-таки поедет дальше на запад, а не вернется обратно. В Бундеслигу, да. Ну, например, да, я был бы очень рад... Бастерее всего, да. На моментах-то, на самом деле, у Ростова был вот раз-два и обчелся. Собственно, один только голевой. Ну, этот момент вилл здесь простой, столкновение было, здесь не было грубой игры. Да. От «Спарты», честно говоря, я ожидал немного большего. Ну, конечно, они проиграли противостояние в первом матче. Ну, здесь... Вот, стоп, 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 давай, давай. Да, сейчас посмотрим. Посмотрим этот момент. Тем более, Караваев забил. Как они его тут не встретили, я не понимаю. Ну, вот, стоп, стоп. Видишь, здесь тоже показательно. Вот сейчас мы говорили за «Зенит», да. Сейчас говорим за Ростов, да. Ну, вот, но у Ростова это всегда. Вот смотри. Практически, практически они все сейчас. По... Ну, да, 9 человеков сейчас, правильно? 9 человеков. Ну, какая необходимость 9 человек в штрафной площадке быть, когда там всего 3 человека? В штрафной площадке всего 3 человека «Спарты». Ну, зачем там 9 быть, понимаешь? Вот это вот это... И как бы Ростов не играл тоже, да, и как бы надежно не играл, я вот этого не понимаю, потому что это тактически неправильно. И любой тренер классно это скажет. Сказать, что Бердыев не классный тренер, нельзя, да. Но зачем там быть девятерым, да, девятерым, вот. И больше того, находясь девятерым, вот это, знаешь, как... Им кажется, что их много, и это... Они друг друга подстрахуют, да. С одной стороны, да, но в данном случае они подстраховали, потому что опасно, там, малейшее нарушение штрафной, правильно? Штрафной запустили, вот. Оно может привести к пенальти. С другой стороны, уже 82-я минута, да, 1-0 выигрываете, да, чего бояться, куда вы 9 человек? Ну, это дисциплина, там все наиграно, знаешь как. Но это неправильная игра. И вот здесь, видишь, как, он принимает свободно. Но защитник разобрался одного, вот видишь, он боится на душу, чтобы пенальти не было. Следующий идет, ну, видишь, пошел в обмотку. Втроем на него и все равно. И здесь, а здесь успел пробить. Молос теперь будет значительно сложнее. Ну, знаешь, по поводу вот этих соперников, да, но нельзя так говорить, знаешь, почему? Потому что Манчестер Юнайтед нельзя с Цельтой сравнить. Это разные команды разного уровня. Вот, ну, во что это вылится, сейчас мы посмотрим. Сильнее Ростова. Да, но Бавария это групповой этап. Барселона была сильнее Рубина, в конце концов, правильно? Но мы знаем, как сыграли в Барселоне, когда 2-1 выиграл Рубин. Вот, поэтому изначально, изначально фаворит будет Манчестер. А как будет на поле, мы увидим. Больше того, сейчас вот в этой игре, в конкретной игре, если ты знаешь, да, букмекеры фаворитом считали Спарту, а не Ростов. То есть, Ростов еще, несмотря на те свои вот эти все подвиги, да, которые он совершил, все-таки он еще не так высоко котируется, вот, среди букмекеров и в Европе. Ну, а если он пройдет Манчестер, да, то вот тогда уже, я думаю, соотношение поменяется, и отношение к Ростову. Мне кажется, еще сила, ну, не сила, меньше шансов у Ростова, еще за счет того, что, как мне кажется, делается довольно большая ставка в Манчестере на Лигу Европы, несмотря на то, что турнир, так скажем, не такой значимый, как Лига Чемпионов, но тем не менее, судя по тому, что играют все время основу, и выкладывается действительно, видно, что они хотят. Вась, во-первых, это трофей, во-вторых, выигрыш Лиги Европы, сейчас тебе дают путевку куда? В Лигу Чемпионов. Вот, а путь, путь через Лигу Европы, он короче, чем через чемпионат английский, правильно? Вот, и там он более напряженный, более тяжелый, поэтому там, мало ли, приоритеты будут оставлять, больше того, он может и ротацию проводить, да, все-таки у него больше возможностей для ротации, чем для того же, чем у того же Бердыева, да, вот. Но сейчас в любом случае, в любом случае, то, что Ростов попал на Манчестер, это престижно, и ажиотаж сейчас будет большой, и, кстати, вот, это тот случай, когда ажиотаж будет нездоровый, особенно, если взять вот последние события, связанные с билетами на Мать Сандер-Лех, да, и сейчас первую игру играют, да, в Ростове, да, со Спарты, то есть, ну вот, поэтому вот здесь нужно, конечно, принимать меры для того, чтобы снова вот такая ценевая политика на билеты, да, не повлияла на то, что стадион полностью заполнен не будет. Правда, там в Ростове очень большая диаспора армянская, я раньше не знал, а вот с ветеранами съездил, ну вот, и узнал, и поэтому там на Мхитаряна придут и невольно могут болеть именно за Мхитаряна и за Манчестер, вот, ну посмотрим, как это будет выглядеть, но в любом случае хотелось бы, чтобы и простой народ, у которого денег нету, да, попали на стадион, а не оказались за пределами стадиона и за вот тех нарушений, которые могут быть. Вот у вас вот спрашивают, можно ли Мью считать однозначным фаворитом на победу в Лиге Европы, особенно с учетом того факта, что Рома и Леон, два, казалось бы, других сильнейших клуба турнира, играют между собой, как и два немецких клуба тоже играют между собой. И Мью все-таки самый сильный на данный момент. Манчестер и Найтед по игре, по игре он фаворит, он фаворит и совершенно точно фаворит в паре с Ростовом. Ну а там, да, вот тот календарь, который сейчас, та жеребьевка, которая сейчас получилась, да, она еще больше дает ему шансов на выигрыш Лиге Европы. Спрашивают вот такой интересный вопрос, ну, это, конечно, мне, наверное, я бы смог бы ответить тоже. Объясните, почему Гацкан и Гранат не обнулили в конце первого матча со Спарты карточки и не пропустили отвертный матч? Вы знаете, теперь у Ростова трое на карточках и плюс Калачев. Теперь тоже. Еще раз. Не стоило ли Гацкану и Гранату в первом матче со Спарты получить, когда уже все было понятно, обнулить карточки, чтобы к Мью подойти в максимально оптимальном состоянии? Ну, во-первых, они не знали, что Манчестер и Юнайтед. Конечно. Это раз. Ну вот, во-вторых, обрати внимание, Гацкан стал играть более аккуратно. И это касается всех буквально, и Кудряшова, и Граната, потому что там Бердыев с ними серьезные беседы проводит, потому что так, как они играли, это приводило к потерям очкам не только на международной арене, но и в чемпионате России. Вот в случае со Спартаковым, помнишь, да, и Гацкан тоже пропускал, и они в Грозном потеряли очки. Поэтому там соответствующая работа со стороны Бердыева ведется для того, чтобы они были чисто и аккуратно играть. Ну, такой завершающий вопрос. Сколько наших клубов мы увидим в 1-4 канала, на ваш взгляд? Каков ваш прогноз на предстоящие матчи? Ты знаешь, если одна команда пройдет, то я буду считать это хорошим результатом. С учетом того, что ни Краснодар, на мой взгляд, ни Ростов не являются фаворитами. Но вы скорее склоняетесь, я так понимаю, больше к тому, что дальше пройдет Краснодар, чем Ростов? Ну, скажем, у Краснодара может быть чуть-чуть побольше шансов, учитывая то, что Сельта это не Манчестер Юнайтед. Но вероятность того, что мы можем закончить выступление на этой стадии, достаточно большая. Но сейчас, видишь, с увеличением команд, раньше бы, если бы это был Кубок УИФА, то это была бы уже не 1-16, а 1-8. То есть мы в 1-4 вышли бы уже. Но сейчас, видишь, как регламент изменился. Поэтому с учетом объективных предпосылок, мы не фавориты. Ну, а как игра, видишь, как в конце концов, после жеребьевки все думали, что меньше всех проблем будет у «Зенита». Уж «Зенита» пройдет, а вот у Краснодара, за Краснодар боялись турецкий клуб, да, плюс «Спарта» в свое время шуму много наделало, да, с нашими командами. Вот, так, знаешь, как опасались. А, видишь, вышло, как вышло. Хотя, по большому счету, вот, с учетом тех игр, которые прошли, то, что мы видели, да, получается, что все наши команды должны были проходить. Вот, ну, видишь. Радует хоть, что португальцы у нас в таблице коэффициентов УИФА уже в этом сезоне не догонят. Потому что Порту у Ивенса собрали. И это нам дает право на сколько команды. Здесь, если не ошибаюсь, сезон 2018-19, но это надо проверить, я могу ошибиться. У нас две команды в Лиге Чемпионов, да? Ну, темно. И это, конечно, большой плюс. Будем надеяться, что наши команды смогут добавить нам в этом сезоне еще несколько очков в копилку. Для того, чтобы три было, да? Да, да. Ну, тогда, тогда, видишь, как, видишь, в любом случае, в любом случае, вот эти победы, да, почему нужно как можно дальше проходить? Потому что они поднимают коэффициенты, дают возможность им, большим командам играть в Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов, раз в Лиге Чемпионов больше команд будет играть, то, значит, больше команд будет играть и в Лиге Европы. Согласен. Ну, в любом случае, мне кажется, нужно порадоваться за Краснодар и Ростов. Для них это большое достижение. И, в принципе, свои задачи на турнир, ну, на мой личный взгляд, они уже выполнили. И дальше можно... Да, если они, предположим, не пройдут дальше, да, то никто их в этом винить не будет. Главное, чтобы они оказались не мальчиками для битья, знаешь как, а достойно выступали. А когда ты достойно играешь, то Фортуна может и улыбнуться. Ну, почему-то как раз насчет Краснодара и Ростова я не сомневаюсь, что они достойно будут выглядеть. Это не те команды, которые какие-то ужасные провалы, особенно Ростов. Да, тем более. Дисциплина и командная игра на уровне. Что ж, на этом мы будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. В эфире был наш постоянный эксперт Александр Викторович Бубнов и я, Василий Богданов. Увидимся на Спортбокс. Спасибо. 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 Спасибо.